Ну что, я вполне остаюсь довольным этим рассказом, который я сейчас дочитываю по путешествию во времени, причем в прошлое. Прекрасно это все Филипп Дик описал. Вот почему именно ионы. Я это так и не понял, что значит ион. Но вообще, я как-то сам себе сказал, что я никогда не буду писать вот на такую тематику, так называемую фантастическую. Ну, во-первых, это слово в адрес вот таких людей, как Филипп Дик таких книг, как Станислав Лем, как Ефремов. Слово фантастика, это совершенно неадекватно. Это, я бы сказал, реализм. Я бы сказал, что это единственная сущая литература, вот так скажем. Теперь я думаю, что я бы мог написать про перемещение во времени. У меня постепенно, как совсем, промываются свои представления на этот счет. Ну, здесь еще есть тот момент, что в какой галактике бы ты бы не оказался, толстой всегда останется толстым, потому что это твоя душа и твоя личность. Поэтому, какая собственная история? Вот некая капсула, которая будет передвигаться во времени, в пространстве, да куда угодно. Я в нее возьму ровно все тоже барахлишко, что всегда со мной, включая книги и так далее. Ладно, давайте спокойной ночи завтра обсудим.